Так как они добились чего? Контроля над печенью. То есть осознание отмена эго своего, контроля разума над эмоциями, что я, кстати, никто и ничто. Их, то, что они сделали, осталось на веки веков. Самое старшее наказание, которое было у грейского народа в Египте, от чего они больше всего страдали, от чего они страдали в Египте, от того, что они строили, в Египте они разрушали. Вот самое страшное, что человек, когда ты вкладываешь во что-то много-много сил, и потом что? Он исчезает. Был человек в Израиле, это была история, он всю жизнь накопил миллион чекелей на свадьбу детей и так далее, выдал эти деньги, там, сбережения, и его своровали. Моментально? Моментально. Все? Это было все, что он накопил в его жизни, в одну секунду своровали. Ты человек, ты работаешь над чем-то, ты хочешь, чтобы это принесло плоды. А ты тогда по одной секунду теряешь. А что это есть? Тогда в Египте они строили там, кроме пирамид, они строили там города, которые египтяне их разрушали, и говорили им, стойте замок. Вот такое мучение. Вообще, пирамиды мы тоже строим, если об этом вопрос. Но, сейчас я не на эту тему сейчас. То есть, самое страшное, когда ты все укладываешь, а потом оно не остается. Потом не приносит тебе фукты. Ты сеешь, 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 а нет плодов. Но пишется так. То, что Абрам, знаете, много заповедей сегодня, которые были нам даны, не исполняется сегодня. Красная Колова, все законы, связанные с служением в храме, что-то подначале. Все эти заповедения, многие заповедения, не исполняются. Абрам, какой он дал? Абрам был еще до дарования того, первого Евгения. Какое он нам дал всем Евгениям заповедь? Обрезание. Что бы ни было, как бы ни было, обрезание везде сохраняется. То, что дало Абрам, осталось что? Вечно. Моисей, что нам дал, который дошел до самой большей скорости, дал нам дуру. Для технижа Моисеева, это осталось вечно. А он, его брат, он был Коэн. И до сегодняшнего Коэна есть в зале? Дочка Коэна. Хорошо, дочка Коэна. Папа Коэн, да? Да. Сколько у нас Коэнов? Кто у нас еще Коэн? Мужчины Коэна нет? Еще дочка Коэна? Суровень такая. А мужчин Коэнов нет? Мужчины нет. Любая дочка Коэна? Нет, муж. Муж Коэн? Жена Коэна? Папа был Коэн. А надо приносить Коэнов тоже. Итак, ну почему я это веду? Коэн и дочь, есть ген, приходит от всех Коэнов. От Аолона приходит ген, только у Коэна можно что-то найти. Даже у меня Коэны, которые известны за любовью, у Кирсо-Мужчины, которые дают благословения в синагоге, только они будут благословения, Коэна осталась. И четвертый царь Давид. Что царь Давид такой сделал, что осталось до наших дней? Сауны. Храм был разрушен. Сауны. Сауны. Но еще одну вещь. Мы идем куда вы усадили. Первый раз, куда мы идем обычно? Сеноплача. Кто построил Сеноплача? Нет, царь Соломон. Царь Давид. Царь Давид построил Сеноплача. Было 12 стен у храма. Только та, кто построил царь Давид, осталась до 7 человек. То, что в стуле человек создает, у которого нет хаоса, то есть нет печени над головой и над сердцем, а наоборот у него от головы все идет в лескотроль, то у него его деяния пишутся в кабале, и только будут успешные, но они будут оставаться на веке.